итак сегодня я вам расскажу о своих новиночках которые я приобрела а несмотря на то что уже конец осени я честно говоря не ожидала на такой успех меня попросила знакомая значит найти эти кустики и я поехала в garden центр и к своему удивлению нашла там френч болеро кусты просто мощнейшие смотрите какие огромные я приобрела розовую разновидность и голубой сейчас вам расскажу вкратце что пишет о них производитель заявляет производитель на обратной стороне гортензии в оригинальных горшках 5 литровые горшки вот я вам положила рулетку один метр и кустик голубой он немножко покрупнее уже цвел как вы видите на концах вот такие были цветочки они начали уходить немножко в розовинку менять оттенок и самый длинный побег самый длинный побег достиг практически одного метра 90 сантиметров я измерила самый длинный побег возраст гортензии я сказать не могу но я думаю что им как минимум три четыре может быть даже пять лет я вот сейчас залезла посмотреть серединку и похоже что там несколько кустов внутри пока не могу сказать утрудняюсь у нас они стоят практически 50 евро за один куст но несмотря на то что в принципе цена для нас дорогая для европейцев кусты я все равно взяла уж больно они хороши уж больно хорошего качества гортензии несмотря на то что уже осень и нужно думать как их зимовать кстати производитель заявляет что морозоустойчивость у этих гортензий до минус 15 градусов вы видите высоту нам обещают 60 80 сантиметров и ширину 100 сантиметров на этикетке цветочек нарисован что она зацветает с июня и цветет до октября ну вы видите чтобы такое уже остаточное цветение да если не обрезать сейчас сегодня 23 сентября в принципе да можно сказать что она цветет до октября и начинает она цвести рано также как избежавшая невеста это в принципе такой же такая же серия продолжение серии а сбежавшие невесты такие мощные очень очень хорошие побеги в общем качество конечно меня порадовала поэтому я собственно и взяла так вот производитель пишет что в кислой земле гортензия будет свести синим в обычном розовом про обрезку потому что я читал разных блогеров слышала разные смотрела разные видео до читала отзывы кто-то пишет что ее нужно обрезать что она цветет и на побегах этого года так вот обрезать ее позднее августа производитель не рекомендует самое позднее это конец августа пишут нам производители если вы считаете что куст у вас разросся и вы хотите его обрезать то самое позднее это можно сделать не позднее конца августа значит что касается зимовки этой гортензии у меня был печальный опыт посадки сбежавшей невесты в сад она у меня там не не перезимовала у нас не бывает совсем снега я ее укрывала ну видимо она была слишком молода для зимовки в саду я пока планирую эту зиму июб их подержать в горшках у меня есть холодный гараж для этого у меня есть подвал не промерзающий и винный погреб у нас есть опять же то есть там температура выше плюс 10 не поднимается но там практически нет цвета во всяком случае вот в винном погребе нет света в гараже свет немножко есть а я полагаю что гортензия полностью сбросит листья где-то наверное к началу ноября может быть к середине ноября пока я их точно буду держать на улице у нас стоит хорошая может сказать бабье лето сегодня нас прогрело солнышко до плюс 20 и пока я планирую держать их на улице пересаживать не буду не буду для того чтобы не стимулировать ее снова расти все-таки на дворе осень почек как вы видите много причем я обратила внимание что вот этим пазушные почки смотрите появляются во первых на на побеге который уже становится более темным то есть я так думаю что это побег прошлого года опять же этот побег цвюл если мы сравним с побегами более молодыми вот они это очевидно побеги этого года у них есть пазушные почки конечно же тоже но они не такие большие как на других более взрослых побегах и этот побег не цвюл сразу видно они отличаются темные побеги и светлые побеги по поводу высадки гортензии в сад честно говоря я пока не знаю в каком горшке и и держать в саду как она будет смотреться в земле вот как если этот куст выглядит сейчас то у меня в принципе устраивает фактически как куст метельчатой гортензии она не сильно раскинутая хотя и а считается ампельный очень прочные прямо стоячие побеги вы видите то есть есть какие-то побеги которые более тонкие и они ушли вниз но основная основная масса побегов они растут вверх и прямо стоячие но если это гортензия планируется цвести как там обещают до каскадная она называется гирляндная гортензия обратите внимание на название гортензия гирляндная да и цветение предполагается у нее по всей длине гирлянды не могу сказать не было у меня опыта к сожалению пока еще все впереди поэтому возможно под тяжестью таких цветов если будут они по всей длине ветки возможно и а побеги будут полегать для себя я пока так и не определила как лучше все таки ее в каком горшке держать высоком либо просто в обычном горшке ну и же в более взрослом возрасте конечно я буду стараться наверное приучать ее к санду пересаживать в сад и на зиму там сохранять укрывая лапами лапником ну я думаю что на сегодня вот такой кратенький обзор по поводу гортензии френч болеро розовый и голубой а я свой рассказ завершу буду вас знакомить позже как она будет у меня зимовать я вам буду все показывать когда я буду отправлять ее на зимовку убирать как она будет выглядеть в период листопада до что будет происходить с ветками будут ли они усыхать вот эти ветки тишани не вызрели будем смотреть что за ними как они будут себя вести на сегодня пока все друзья если вам интересно следите за моими выпусками я буду вас обязательно держать в курсе и до новых встреч пока пока